Всем привет! Продолжаем тему давления. Сегодня узнаем, как давить жидкости. Теоретическая справка от говорящей головы. Начнем мы с вами со закона Паскаля. Он формулируется так. Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменения во всех направлениях. Что это значит? Разберем действие этого закона на нескольких примерах. Когда мы надуваем шарик, мы с помощью своих легких производим давление на газ внутри этого шарика. И шар начинает распирать во всех направлениях с одинаковым давлением. И он расширяется. Или, когда мы давим на пачку майонеза, давление, которое мы производим, передается на всю пачку одинаково без изменений. Но выходит майонез только когда мы открываем крышку. А еще существует специальное устройство для демонстрации закона Паскаля. Оно состоит из трубки с поршнем. На конце этой трубки прикреплен шар, в котором проделаны отверстия. Трубку наполняют жидкостью, например, водой. И потом при помощи поршня эту жидкость выталкивают через отверстие в шаре. Причем начальная скорость жидкости из всех отверстий одинакова. Это и значит, что давление во всех точках шара одинаковое. То есть мы прикладываем давление к жидкости, и оно передается во все точки без изменений. Теперь выведем формулу для давления столбца жидкости. Возьмем какой-нибудь аквариум и наполним его водой. Пусть площадь дна аквариума это S. А мы налили в этот аквариум воду до высоты H. По определению давление это сила делить на площадь. Сила, с которой вода действует на дно аквариума, это ее вес. Вес в этом случае будет равен силе тяжести. Тогда давление получается mg разделить на S. Теперь подставим формулу для массы через плотность. Масса это плотность умножить на объем. А что в этой задаче объем? Объем для фигуры постоянного сечения, наш аквариум как раз такой, это S умножить на H. Теперь смотрим, что у нас S есть и в числителе, и в знаменателе. Они сокращаются, и остается формула для давления столбца жидкости. ρgh. ρ это плотность жидкости, g это ускорение свободного падения, а h это высота столбца жидкости. При выводе формулы мы рассмотрели самый простой случай, когда вода налита в вертикальный сосуд. Может быть еще вот так, так и так. Наша формула годится для любого случая. Главное правильно понимать, что такое высота столбца жидкости. Это расстояние от точки, в которой мы хотим узнать давление, до верхнего свободного конца жидкости. В этих трех случаях это будут вот эти расстояния. У меня все. Всего три момента. Закон Паскаля, формула для давления жидкости, и понимание того, а что такое высота столбца жидкости. На доску. Применим три этих теоретических момента на практике. Сможет ли человек открыть люк подводной лодки на глубине 100 метров, если площадь люка 0,2 метра квадратных? Итак, у нас известна глубина 100 метров, известна площадь 0,2 метра, а нам нужно ответить на вопрос, а сможет ли человек? То есть мы найдем силу, а потом оценим, хватит у человека сил или нет. Выглядит это все вот так. У нас есть глубина H 100 метров, вот он этот люк, и человек будет стараться его открыть, противодействуя силе давления воды. Начнем с формулы для давления воды. На глубине H давление равно рожа H. А нам нужно найти силу. А сила – это давление умножить на площадь. Воспользуемся этим. Ну и чтобы получить ответ в общем виде, мы подставим сюда выражение для давления. Все, подставляем и считаем. Плотность воды – это 1000 кг на метр в кубе, G – 10, глубина у нас 100 метров, и площадь 0,2 метра в квадрате. Смотрите, с размерностями здесь все получается опять хорошо. Метры умножить на метр в квадрате – это метры в кубе. Они сокращаются. Килограммы с килограммами сокращаются, остаются ньютоны. Мы хотели силу. Здесь получится 2 на 10 в пятый ньютон. Или 200 тысяч ньютон. Это вес тела, масса которого 20 тонн. Человек явно не сможет оказать такое усилие. Так что ответ – нет. Идем дальше. Ответим вот на такой вопрос. Сосуды имеют одинаковые площади дна. Что можно сказать о массах воды, о давлениях на дно сосудов, и о силах давления на дно сосудов. Перерисуем и ответим. У нас есть два сосуда, уровень жидкости в которых одинаковый. Я его пометил пунктиром. Площади дна у них одинаковые. Давайте ответим на первый вопрос. Что мы можем сказать о массах? Подпишем этот сосуд 1, этот сосуд 2. Здесь очевидно, что если высота столбца жидкости у второго сосуда такая же, как у первого, то объем воды во втором сосуде явно меньше, чем в первом. Ну, а если и там, и там налита вода, то масса воды во втором тоже меньше. А что касается давления на дно. Если высота столбца жидкости одинакова в обоих сосудах и равна, допустим, H, то давление во втором сосуде равно РОЖАЖ. И в первом сосуде давление тоже равно РОЖАЖ. Ведь давление не зависит от массы и от объема жидкости, а зависит только от высоты столбца. Поэтому давление в этих сосудах одинаковое. А если площади дна у сосудов тоже одинаковые, то сила, которая равна давлению на площадь тоже будет одна и та же в обоих сосудах. Потому что мы одно и то же давление умножим на одну и ту же площадь. Получается, что сила давления во втором сосуде будет такая же, как и в первом. Очень интересный вывод. Несмотря на то, что масса во втором сосуде меньше, сила давления точно такая же. Можно сказать, это даже такой парадокс. Но ничего парадоксального здесь нет. Все дело в том, что вода вот в этой нижней точке давит и на верхнюю стенку. С какой-то силой F1. И как бы отталкиваясь от верхней стенки, давит сильнее на нижнюю. Вот и все. Но нам не нужно об этом думать. Мы просто должны правильно брать высоту столбца жидкости. Определите давление воды на дно трубки при двух положениях трубки А и Б. Если Л равно 1 метр, а С равно 0,5 метра. У нас есть две трубки. Одна вертикальная, а другая наклонена под углом. Причем известно... Причем в обоих случаях известное расстояние до свободного конца жидкости. А нужно найти давление в пункте А и в пункте Б. Это очень просто. Используем формулу для давления столбца жидкости. Главное правильно определить высоту столбца жидкости. Мы смотрим за расстоянием от нужной нам точки до свободного края жидкости по вертикали. В первом случае это будет L, а во втором случае это будет С. Считаем. Подставим данные сразу в оба. Здесь получится 10 в 4 паскаль, а здесь получится 5 на 10 в 3 паскаль. Вот и все. Посчитаем что-то посерьезнее. В мензурке находятся три слоя жидкостей. Ртуть, вода и машинное масло. Толщиной по 20 сантиметров. На какой глубине давление в жидкости равно 7,9 кПаскаль. Атмосферное давление не учитывайте. Нам известно, что есть три слоя жидкостей по 20 сантиметров. А нам нужно найти, на какой глубине H1 давление будет 7,9 кПаскаль. То есть, вот я нарисовал три слоя жидкостей. Понятное дело то, что чем плотнее жидкость, тем глубже она будет находиться. То есть, в самом низу у нас ртуть, потом идет вода и потом машинное масло. И где-то вот здесь давление будет 7,9 кПаскаль. Но мы точно не знаем, в каком слое будет вот такое давление. Поэтому мы сделаем вот что. Мы посчитаем давление на нижних границах слоев. И потом определим, а где же будет давление, в каком слое давление будет 7,9 кПаскаль. Поехали. Ну, давление P1 создается только машинным маслом. Поэтому мы посчитаем давление машинного масла. Это очень просто по формуле. Давление машинного масла – это плотность машинного масла на G и на H. Сразу посчитаем. Получается 1800 паскаль, а нам нужно 7900 паскаль. То есть, эта точка, которую мы ищем, явно находится ниже границы машинного масла. Где-то вот здесь. Считаем дальше P2. Нужно понимать, что давление P2 состоит из давления P1 и из давления воды. Подставим формулу для давления воды и посчитаем. А еще нужно посчитать. Ну вот, получается 3800 паскаль. То есть, наша искомая точка находится где-то ниже, чем P2. То есть, находится в ртути. Давление P3 нам считать не обязательно. Мы сделаем вот как. Мы узнаем, а сколько нам не хватает до необходимого давления. А потом узнаем, какой столбец ртути создает необходимое нам давление. Назовем его ΔП. Понятное дело, что нам не хватает 4100 паскаль. Значит, нам нужно найти высоту столбца ртути, который создает такое давление. Мы ищем высоту столбца, который создает такое давление. Поэтому давление этого столбца, конечно же, должно быть равно нашему ΔП. Подставляем формулу и выражаем H. Вот искомая высота столбца ртути. Посчитаем ее. Подставили наше ΔП, плотность ртути и G. Здесь получается 003 метра. Тогда наша искомая точка находится на расстоянии 20 плюс 20 плюс 3 сантиметра. Вот здесь. И H1 будет равна 43 сантиметра. Это ответ задачи. На улице уже темно, а челлендж «Ночь в школе» не планировался. Поэтому на этом закончим. Всем до скорого. Продолжение следует. Продолжение следует...